Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа «Итоги недели» в студии Татьяны Трофимова. Какие темы в центре внимания? О чем говорили? И что обсуждали в начале октября? Громкие заявления и главные цифры из первых уст в репортажах корреспондентов национального телевидения. Сегодня в выпуске. ЕСГ-стандарт. Через применение тех технологий, ну если так выразиться, как минимум с сегодняшнего дня, но с прицелом на технологии завтрашнего дня. Что означают новые технологии по экологическому, социальному развитию и управлению? И на чем будет основана концепция устойчивого развития экономики Чувашии? 2023 год. Год счастливого детства. При каждой школе обязательно будет современный, удобный, безопасный стадион. Каких мер поддержки не хватает подрастающему поколению? Плечом к плечу. Мы все очень мощно объединяемся. В Чебоксарах прошел патриотический концерт в поддержку мобилизованных. 7 октября в Доме правительства Республики прошло заседание Высшего экономического совета Чувашии. На повестке внедрение стратегии устойчивого развития региона по принципу ЕСГ-технологий как основа экономической безопасности. Чувашия на высоких местах в рейтингах городской среды и качества жизни. Такие позиции обеспечены сильной экологической повесткой. Небольшие объемы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, высокие показатели озеленения. Это одни из важнейших составляющих устойчивого развития. И такие составляющие должны исходить не только от государства, но и от каждого жителя региона. Любой проект, который реализовывается на предприятии, в организации, он должен нести добро и минимизированные потери для природы, а лучше сведены к нулю. Более того, даже еще лучше, чтобы они помогали природе восстанавливаться. И считаю, что ее надо продвигать во все направления, в том числе в образовательную среду. По словам генерального директора Альянса по вопросам устойчивого развития Андрея Шаронова, ЕСГ-повестка – это не только про экологию. Это про среду, где хорошая и экология, и хорошие социальные условия для жизни населения. Андрей Шаронов отметил, регион – один из десяти в России, которые озаботились этой темой и начали работать. Чувашия в топ-28 республик и областей страны в ЕСГ-рейтинге, а Чебоксары заняли 14 место по России и 2 место в ПФО. Прежде всего нужно обращать внимание, что здесь есть большой объем социальной политики, такой, которой надо заниматься и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном уровне. Большой объем вопросов управления, причем не только корпоративного, но и государственного, и муниципального управления. И в том числе экологические и климатические вопросы. Это все взаимосвязано. Высокое качество управления, пристальное внимание к социальным и экологическим проблемам, а значит и улучшение качества жизни. ВЭП проводил оценку индекса городской среды. Чебоксары на 19 месте среди сопоставимых городов России и лучше таких, как Ярославль и Саратов. Столица Чуваша лидирует по большинству направлений оценки. Фиксируется высокий уровень мобильности, высокая доля электротранспорта и низкая аварийность. Максимальное число граждан, считающих свой город красивым. Мы готовы принять участие в проекте по воде и по свету в Чебоксарах и других городах. Мы находились на стадии обсуждения, но там, может быть, не так быстро движемся. Второе. Мы готовы дальше работать по транспорту. У нас есть уже подходы, оценка, наверное, первичная по агломерации Чебоксара, Новочебоксарск. Готовы. Видим здесь перспективу. И, как мне кажется, это направление, оно и на снижение выбросов сработает, и как раз подтянет республику по мобильности. Новые реалии диктуют и новые стратегии. И сейчас нужно смотреть не на Европу. Большой прорыв в вопросах ESG-повестки совершают на Востоке. Отмечается потребность в расширении взаимодействия, прежде всего, и во внешней экономической деятельности со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, странами БРИКС, где также реализуются эти принципы устойчивого развития. Концепция устойчивого развития Чувашской республики, а также учет рисков, возможностей, которые связаны с изменением в окружающей среде, решением социальных вопросов, они будут определять экономическую и финансовую повестку региона в ближайшем будущем. Глава региона отметил, что к 1 февраля 2023 года будет принята концепция развития Чувашии на принципах ESG. Будут разработаны механизмы привлечения финансов в экономику. Опираясь на те достаточно высокие уровни экологичности региона в экологическом рейтинге, его не просто сохранить, но и развить через применение тех технологий, если так выразиться, как минимум с сегодняшнего дня, но с прицелом на технологии завтрашнего дня. Ну и, конечно же, реализовывая проекты с учетом этого, очень быстро трансформировать нашу деятельность и перейти на новые технологии. Плавач Ваши также анонсировал форум устойчивого развития в рамках Чебоксарского экономического форума в июне 2023 года, где в том числе будет представлен портфель инвестиционных проектов. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Юрий Марков, Республика. На этой неделе еще прошел Высший экономический совет, где обсуждалась такая тема, как ESG-трансформация регионов. Это экологическое, социальное развитие городов и качество управления. В Чувашии как будет происходить вот эта ESG-трансформация, причем Чебоксаров этим летом уже были отмечены как город с высокой ESG-оценкой. И ранее вы анонсировали проект концепции устойчивого развития регионов. На каком он сейчас этапе и что будет происходить. Очень важно, как и в любом другом процессе, ESG-повесткой или ESG-составляющей нашей жизнедеятельности заниматься достаточно динамично. И мы этой работой занимаемся в этом году, в течение 2022 года, перманентно. И наша задача была и остается к концу года утвердить стратегию устойчивого развития региона. Утвердить соответствующие императивы и стандарты оценки бизнес-проектов. Причем все вот эти три составляющие нужны прежде всего для того, чтобы приоритизировать инвестиционные проекты во всех сферах. В социальной сфере, в экономике, в коммунальной сфере. С точки зрения их соответствия вот этим ESG-стандартам. Вот здесь надо понять, что вот это как раз выяснилось и очень четко обозначилось в ходе заседания Высшего экономического совета. Вот это явление, которое называется ESG, конечно же, не абсолютно новое. Мы, в принципе, перманентно этим занимались постоянно. Но занимались неосознанно. Занимались не моделируя эти процессы. А самое главное, не выстраивая такую цельную, системную, такую платформу. И то, что президентом Российской Федерации в прошлом году приняты были соответствующие решения. И обозначены четкие сроки низкого углеродного следа в деятельности экономики. Повышение социальности и экологичности нашей жизнедеятельности. Сохранение климата. Вот это все посылы, конечно же, побудили нас, регионы, взглянуть на это через новую призму. И вот эта вот новая призма – это одна из качественных характеристик всего того, что мы делаем. То есть вот, ну, есть такое понятие, да, хорошо делать. Здесь то же самое, примерно из этой же серии. Но важно это прописать. Важно это отстандартизировать и эти стандарты внедрить в каждую отрасль. Ну и, конечно же, организовать эту работу на системной основе. Ну, допустим, либо через создание некого дополнительного совета, который бы координировал эту деятельность, анализировал бы. Ну и на базе Высшего экономического совета того же наделить один из рабочих групп соответствующими функциями. И главная цель всей этой работы, конечно же, обеспечение доступности публичной информации для каждого жителя. Что делается? Как делается? А вот и самое главное, какие результаты мы получаем. И вот здесь вот по результатам в ходе Высшего экономического совета выявилась еще одна интересная деталь. То, что в целом правительство делает повседневно, но не организованно, скажем так, доведение информации. То есть в любом процессе, как правило, мы много говорим, что будем делать. А вот о том, каких результатов достигли, какие эффекты получили, что ни в коем случае нельзя в последующем делать. Вот эту информацию в цельном виде, к сожалению, мы не доводили, и этот процесс не организован. Эту задачу мы тоже себе поставили. И здесь еще есть очень такая важная вещь, ведь вот особенно в третьей части, что ни в коем случае нельзя делать, от чего мы отказываемся, в принципе, в дальнейшей жизнедеятельности. Порою так бывает на самом деле, и мы это часто фиксируем, приходят к нам люди и говорят, вот у меня есть великолепная идея, которая может дать вот такой-такой-то результат. А мы на самом деле еще полгода назад приняли решение, что мы отказываемся от этих подходов нашей жизнедеятельности. Мы выбрали себе другую линию организации нашей жизнедеятельности, которая дает совершенно другие качественные характеристики обеспечения нашей работы в этом направлении. Ну, допустим, в любом из этих направлений. И вот, конечно же, если публичная эта информация была бы возможной, этот человек уже понял бы, что, в принципе, его идея, она уже является неактуальной. Актуальной. Возможно, она актуальна в каком-то месте локально, но в целом, с точки зрения развития нашего региона, оно уже неактуально, потому что выстроена совершенно иная, более эффективная система. И вот эти подходы, на мой взгляд, очень здорово выявились в ходе заседания Высшего экономического совета. Это, в том числе, получилось благодаря тому, что участвовали на заседании эксперты не только федерального, но и мирового уровня, можно сказать, такие, как Макеева, Ирина Владимировна Шаронов, Андрей Владимирович, представитель национального рейтингового агентства. Это, конечно, специалисты мирового уровня, которые являются экспертами в данной области и владеют информацией как экспертной, так и практической с точки зрения реализации тех или иных процессов. Поэтому мы будем дальше двигаться и более динамично двигаться по этому направлению, потому что все сошлись во мнении, что вот эта работа, она абсолютно своевременная, она очень полезная и требующая обязательного учета и реализации в нашей жизнедеятельности. — Олег Алексеевич, Вы сказали, что вот конкретно, может быть, мы что-то ранее делали, но просто не относили это к ЕСГ-технологиям. Если переходить на конкретные примеры, вот мусоросортировочные полигоны, они же относятся к ЕСГ-технологиям. Какие еще у нас вот есть конкретные примеры в Чувашии, которые уже можно отнести к этому? — Допустим, уже реализованы нами подходы в проектировании и строительстве объектов водоснабжения, водоотведения, водоочистки. Мы еще два года назад приняли для себя решение, что мы все эти объекты, которые необходимы на территории Чувашьей республики, будем реализовывать по единой технологии. Значит, реализовывая их, скажем так, обеспечивать их управление через единую цифровую платформу и за счет этого организовать диспетчеризацию, удаленное управление, фиксирование инцидентов и быстрое реагирование. За счет этого получаем колоссальный эффект как с точки зрения первоначальных инвестиций, так и с точки зрения их содержания. А самое главное, за счет новейших технологий достигаем максимальной экологичности, то есть с точки зрения конечного результата. Или строительство тех же очистных сооружений в рамках программы «Чистая Волга». Здесь тоже. Или, допустим, это существующие национальные проекты. Или программа «Чистая страна», которая направлена на ликвидацию накопленного вреда, то есть свалок, которые уже закрыты, но при этом, скажем так, и портят и пространство, и вид, и экологию. Или другое направление. В 2020 году Мочеварские республики приняли для себя решение проинвентаризировать и привести в порядок все гидротехнические сооружения. Это тоже вопросы экологии и дальнейшего эффективного использования как самих объектов, а это дороги, как правило, между деревнями, это водные объекты, как для пожарной системы, для орошения полей, ну и для аквакультуры. И так далее, и так далее. Ну и, конечно же, значит, технологии. Если говорить о технологиях, это прежде всего мы уже начали серьезно заниматься городским хозяйством. Городским хозяйством, ну, допустим, в части электрического транспорта, вообще транспортного обеспечения. И наша задача в течение двух-трех лет добиться полной замены городского транспорта на электрический, на газомоторный, организовать управление транспортными потоками через интеллектуальную транспортную систему. А это, естественно, за собой влечет развитие инфраструктуры газомоторного топлива, инфраструктуры для электрического транспорта. То же самое по Волге. Мы вот начали большую работу у себя в Чувашии, и буквально через год на нашу радость был запущен возрождение Великого Волжского пути. А это тоже очень много вопросов, потому что, да, несомненно, пароходы, грузовые, пассажирские, туристические по Волге должны пойти. Но они должны это делать, не нанося вред как самой Волге, так и экологии. Для этого нужны не просто порты, для этого нужны заправки, для этого нужны другие сервисные составляющие вдоль Волги. Вот таких процессов очень много. То есть они в целом, каждый по отдельности запущены. Но важно теперь это все соединить воедино. И вот когда начинаем соединить воедино, появляются смежные интересные составляющие, которые либо выделяются в отдельные направления, либо существенно повышают эффективность каждого из этих направлений. ЕСЖ-трансформация регионов – это экологическое, социальное развитие городов и качество управления. Глава Чувашии Олег Николаев после Высшего экономического совета провел ряд рабочих встреч, на которых обсудил, как республика намерена реализовывать новые проекты. С генеральным директором Альянса по вопросам устойчивого развития Андреем Шароновым Олег Николаев обсудил экологическую повестку. Гость уверен, что экологическое просвещение и образование в учебных заведениях необходимо усилить. Ведь если с детства приучать к культуре, то потом это станет привычкой. Глава региона отметил, что 23-й в Чувашии объявлен годом счастливого детства. И будут предусмотрены в том числе и экологические мероприятия. На встрече с главным управляющим партнером по городскому развитию Госкорпорации развития веб.рф Ириной Макеевой говорили о дальнейшем сотрудничестве. Госкорпорация готова подключиться к реализации четырех направлений в Чебоксарской агломерации, а также поддержать резидентов промышленного парка в Новочебоксарске, предоставляя им субсидии и льготные займы. Глава Чувашии отметил, что как только в муниципалитетах республики будут полностью сформированы органы власти в новом формате, они погрузятся в программы, которые предлагает веб. 4 октября глава Чувашии провел прямую линию на тему счастливого детства, под эгидой которого пройдет следующий год. Руководитель региона рассказал о мероприятиях и мерах поддержки семей с детьми, а также ответил на вопросы жителей. Прямой эфир прошел в центре одаренных детей Эдкер. Ведущими стали воспитанники детского медиа-центра Куча Мала. На вопрос, что такое счастье, отвечали сами дети. Олег Николаев тоже вспомнил счастливые моменты. Счастье – это куча подарков на день рождения. Семьей путешествовать по новым местам. Забить голову во дворе. Хорошо написать диктант. Как только вы задали вопрос, у меня возник вот такой сюжет, если так можно выразиться перед глазами, когда на день рождения матери отец нас собрал, и мы догоняли ее для того, чтобы подергать за уши. Олег Николаев рассказал, почему решили 23-й посвятить счастливому детству. Прошлые годы сделали многое в республике для патриотического воспитания. Год трудового подвига, год выдающихся земляков. Наработки последних нескольких лет помогут сформировать план мероприятий, понять, что необходимо сделать для детей в будущем. Сейчас уже есть предложение, как тематика счастливого детства будет прослеживаться в спорте, учебе и туризме. Возьмем два объекта. Это мемориал строителям безумных рубежей и музей Лобачевского в Козловке. Они находятся совсем недалеко от друг от друга. В музее Лобачевского мы сейчас реализовываем проект такой, скажем так, музей математики, где можно будет проводить очень хорошие, такие с глубоким погружением уроки математики. А, допустим, на площадке мемориала погрузиться в историю с изучением конкретных, значит, примеров и фактов времен Великой Отечественной войны. К началу эфира поступило более 130 вопросов. Как сообщили в Центре управления регионом, основная масса касалась пособий материнского капитала, земельных участков для многодетных, строительства школ. Один из первых вопросов из Козловки о состоянии пришкольных территорий. Допускаю, что не все хорошо, но, судя по вопросу, такая вот картина возникает, что там вообще бомбежка прошла и там вообще все разрушено. Конечно, скорее всего, не так. Но допускаю, что еще не соответствуют тем стандартам, которые сегодня становятся привычными для многих школ. Школы в городе Козловке. Если они капитально были отремонтированы в прошлом году, то значит, в следующем году они будут благоустроены. Министерство образования и министерство спорта еще развивают так называемую школьную спортивную лигу. И в рамках этой программы есть такое направление, как школьные стадионы. То есть, поэтому при каждой школе обязательно будет современный, удобный, безопасный стадион. Еще одна задача на следующий год – собрать все запросы жителей на формирование современных условий для учебы и отдыха детей. Благоустроить площадки и дворы, установить новые малые архитектурные формы. Республики создали стандарт для детских площадок. В этом году в Чуваши будет создано 30 современных дворовых пространств. Были и вопросы, не связанные с тематикой года. Жители Чуваши интересовались, когда будут отремонтированы определенные участки дорог, куда можно пожертвовать средства для помощи бойцам-участникам СВО, куда можно пойти работать школьникам. Вопрос, который сейчас прозвучал, наталкивает меня на мысль, чтобы мы организовали некие такие, ну, может быть, даже при центрах занятости, окна, если так можно выразиться, куда бы могли обращаться вот дети, которые, ну, которым уже 14 и более лет, потому что только такого возраста дети могут временно работать, с тем, чтобы для них подбирать рабочие места. Всего на прямую линию поступило более 10 тысяч звонков. Олег Алексеевич, на этой неделе вы вышли в прямой эфир и ответили на вопросы жителей республики по тематике следующего года, по году счастливого детства. Говорили о мерах поддержки семей с детьми и о строительстве и капитальном ремонте школ и о тех мероприятиях, которые были бы интересны самим детям. Вот ваш взгляд, Олег Алексеевич, после общения с ребятами в эфире, когда вы услышали настроение людей, он как-то изменился на проведение года счастливого детства? Нет, конечно же, нисколько не изменился. Лишь добавились, наверное, как дополнительные мысли и идеи, как по поводу дополнительных мероприятий, так и по, значит, наверное, подходам к реализации уже запланированных, определенных образом, скажем, зафиксированных направлений действий как органов исполнительной власти, так и органов муниципальной власти, а самое главное вовлечение в этот процесс самих ребят, учителей, школ, института гражданского общества. Очень важно было еще раз почувствовать ожидания людей, чего люди хотят в течение года увидеть, почувствовать. Ну и, конечно же, как это и, наверное, бывает в ходе прямого эфира, люди поднимали очень много таких вопросов, которые имеют очень локальный характер, конкретный характер. Вот это тоже очень важно. Важно, потому что, конечно, каждого человека волнует то, что находится рядом, то, с чем он сталкивается каждый день. И вот фиксация в том числе таких вопросов, множество вопросов, которые людей волнуют, тревожат и, самое главное, беспокоят, это имеет колоссально важное значение. И зафиксировав их сейчас и собрав воедино, у нас, у всех органов исполнительной власти, у муниципальных образований появляется в целом понимание не только того, что обязательно надо сделать с точки зрения таких составляющих, как, допустим, запустить какие-то движения, процессы, но и обратить внимание на конкретные объекты в конкретных дворах, домах, школах. Точечно. Это очень важно. Иначе может получиться так, что, сделав просто огромный объем работы, мы оставим определенное недовольство у людей, а это вот как раз может сработать принцип ложки дегтя в бочке меда. А в целом сама идеология и подходы посвятить год счастливому детству, она окончательно сформировалась. Потому что наша задача в течение этого года настроить все, что нами сделано в рамках года трудового подвига, в рамках года выдающихся земляков. Это и материальные объекты, это и объекты культурного характера, художественного характера, вкрапить и интегрировать в образовательный процесс, в воспитательный процесс, в процесс повседневного использования. А самое главное — синхронизировать все существующие, казалось бы, очень эффективно действующие самостоятельные инструменты, воедино выстроить их в цепочку и таким образом получать синергетический эффект. Ну, допустим, пушкинская карта, туристические поездки для школьников, новые инструменты. И, очевидно, они, являясь финансово подкрепленными инструментами, позволят очень сильно добавить мобильности для школьников и молодежи. С другой стороны, эту мобильность насытится содержательностью. А содержательностью является как раз то, что нами наработано. Это и мемориал строителей безмолвных рубежей, это и музеи, которые мы отреконструировали, это и постановки, концерты, спектакли, и нового характера художественные произведения, которые создаются за счет грантов правительства Чувашской республики деятелями культуры. И вот такая цельная работа, с одной стороны, обеспечивает вовлеченность всех, с другой стороны, позволяет использовать имеющиеся ресурсы эффективно и обеспечить мультипликацию, а за счет этого появляется как раз масштабность процесса. Ну и вот эти две составляющие запускают новую волну креативного подхода организации нашей жизнедеятельности и возникновение новых проектов, новых идей, новых мыслей, которые, конечно же, будут и развивать, и обогащать, и дополнять, значит, уже имеющиеся у нас в жизнедеятельности различного рода явления и процессы. Ниточки и бусинки, которые приобретают особое значение. Помощь нашим солдатам в зоне спецоперации сегодня может оказать каждый. И даже самые маленькие жители республики не остаются в стороне. Ребята из 40-й школы города Чебоксары на уроках технологии готовят обереги для бойцов. Какой смысл ученики 2-го Б-класса вкладывают в самодельные браслеты? Анна Центовская. Красная нить – защита, жемчужинки – чистота. Материалы для будущих браслетов в школе выбрали не случайно. Многие ребята плетением занимаются впервые, но осознавая, для чего и для кого они это делают, стараются сделать все на совесть. Бусинка и красная нить. И состоит браслет из 15 бусинок и метр нити. Но знаю, что этот браслет будет оберегать солдата, чтобы они вернулись живыми и без раненых, без всего такого домой. Мы плетем браслеты для наших защитников Родины. Пусть наши браслеты защищат наших российских воинов от опасностей и врагов. Обычай дарить солдатам обереги есть у каждого народа. За один урок технологии ребята смастерили 23 красно-белых браслетика. Вещи, сделанные своими руками, это наиболее мощные обереги, поскольку перенимают позитивную энергию, чистые помыслы и эмоции. Такой подарок напомнит нашим солдатам о любви, благодарности и поддержке. На фронт отправятся и письма, которые детки бережно складывают в солдатский конверт. И пусть строки и написаны с помощью мамы, папы или бабушки, свой посыл в них нес каждый ребенок. Здравствуй, незнакомый солдат. Я тебя не знаю, но восхищаюсь тобой. Служба твоя нелегкая, но важна для всей страны. Думая, что сильный и смелый, желаю тебе справиться со всеми трудностями, которые встречаются на твоем весном пути. Желаю тебе, незнакомый солдат, мирного неба, здорового сердца, победы, сил, стойкости. До свидания. Я написала это письмо с мамой. Она мне помогала сочинять вежливые слова, добрые слова, которые помогут нашей стране. Во все эти работы школьники вложили душу. Каждый верит, что своим небольшим, но кропотливым трудом они смогут внести вклад в общую победу. Теперь эти обереги из рук школьников отправятся в руки солдат на Донбассе. В Чувашии проходит акция «Подари платок солдату». Чувашский национальный музей и Союз женщин Чувашии приглашают жителей республики принять в ней участие и вышить национальные символы на небольших лоскутках. Причем у каждого символа свое значение. И с помощью вышивки можно выразить свои пожелания участникам специальной военной операции. Обычай одаривать воина есть у всех народов, в том числе и у Чувашии. У чувашских женщин, у чувашских девушек была традиция, когда они специально для своих женихов, для своих мужчин вышивали платки. Национальный музей совместно с Союзом женщин республики запускают новый проект «Подари платок солдату». Акцию объявили 1 октября. Но, несмотря на это, в музей чувашской вышивки уже поступило более 500 платочков. Очень хорошо у нас проявился Батаревский район, который прям колоссальными темпами, очень быстрыми сорганизовались. И там практически около 100 платков они буквально за несколько дней сделали. Ну и остальные районы все подтягиваются. Сотрудники музея предлагают для вышивки 4 знака. Их издревле вышивали на мужских рубахах, чтобы защитить носителя от злых сил и опасностей. Один из таких узоров – это птица. Птица – это в наших пониманиях небесный покровитель. И вот эти узоры обычно делают наши мастерицы то, что выше плеч даже. И эти небесные покровители, они должны оберегать. Еще один символ для вышивки – это благословение или почуварский пехель. Человек с таким платком ничего не боится. Он всегда под защитой. Один из самых популярных знаков – это знак огня, благодаря которому и в решении цветовом, и, наверное, в самой структуре дается уже ощущение такой крепости духа, мощи, ощущение, я говорю, какого-то праведного пути. Четвертый знак – древо жизни, что означает веру в будущее. Вещи, сделанные своими руками – наиболее мощные обереги. Благодаря им наши солдаты будут знать, что под защитой высших сил. На этой неделе на перрон железнодорожного вокзала Шумерли прибыл поезд, которого так ждали жители нашей страны во время Великой Отечественной войны. Это поезд Победы. Передвижной музей «Панорама» в деталях показывает, как люди жили в мирное и военное время, и рассказывает о подвиге советского народа. Поезд Победы в нашей республике не впервые, и каждый раз он знакомит посетителей с новыми экспозициями. На этот раз добавились два новых вагона. Один из них посвящен истории Донбасса в 19-20 веках. В каждом вагоне передвижного музея собраны реальные предметы и документы военных лет. Очень интересно рассказывают. Впервые такая хорошая экскурсия и такая интересная. Тут много таких настоящих событий, я новых узнал, которых я раньше не знал, в принципе. Поезд Победы – это полное погружение. Видеопроекторы, видеостены и интерактивные столы со световыми и звуковыми эффектами воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки. Рисуют картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени. Наша задача – ездить по городам, по большим и маленьким, по населенным пунктам и открывать свои двери для жителей этих городов. По понятным причинам не все могут приехать в большие города и пойти в большие музеи, поэтому мы приезжаем и показываем историю, такой, какой она была 78 лет назад. На посетителей музей произвел сильное впечатление. Важно, чтобы по нему смогли пройтись как можно больше школьников. Эмоции такие, что грусть, потому что это происходило все в реальной жизни. Никакая не сказка, вся реальная жизнь. Это было очень трудно пережить, но наши деды, прадеды это пережили, мы должны ими гордиться. Я под глубоким впечатлением действительно впервые посещаю данную экспозицию. Проект замечательный для наших школьников. Это такая методическая база того, чтобы узнать, как досталась эта победа и как ценность данной победы вообще сейчас, наверное, она воспринимается. Еще один новый вагон – самый последний и самый страшный. Он посвящен современному неонацизму, с которым сейчас борется Россия. Данный вагон могут посетить только те, кому больше 18 лет. Поезд победы в Шумерле пробыл два дня, а далее он следует в Муром Владимирской области. В пятницу в Чувашском государственном театре оперы и балета прошел патриотический концерт «Своих не бросаем». Все денежные средства, собранные от продажи билетов, направили на специальный счет благотворительного фонда «Перле» для помощи мобилизованным. В концерте приняли участие лучшие артисты и профессиональные творческие коллективы республики. К мероприятию готовились особенно. Многие исполнители подобрали лучшие номера из своего репертуара. Кто-то специально подготовил новые композиции. Так Маргарита Финагентова и Иван Снигерев исполнили русский вальс Александры Пахмутовой. Новую песню выучили специально. Она, по словам артистов, в полной мере отражает торжественность дня. На концерт пришли целыми трудовыми коллективами. Работники «Чувашгаза» оказали посильную помощь фонд «Перле». Мы в довольно-таки значительном составе коллектива пришли на этот концерт, чтобы дополнительно оказать поддержку нашим друзьям с Востока Украины. Наши сотрудники тоже участвуют в этом концерте. Не только участвуют в качестве зрителей, но даже будут выступать. Поэтому мы полностью эту акцию поддерживаем. Своих не бросаем. Я верю, что с этим событием мы приобретем много нового, станем еще более сильной державой. И желаю всем нам вместе новых успехов, новых побед, в том числе спортивных. Все билеты были раскуплены в короткие сроки. Все денежные средства, собранные от продажи билетов, направят на специальный счет благотворительного фонда «Перле» для помощи мобилизованным. Состоялся патриотический концерт, который был инициирован работниками отрасли культуры. Они решили, что нужно поддержать наших мужчин, которые подлежат мобилизации. И все средства, собранные в ходе проведения концерта, за продажи билетов мы направляем на специальный счет фонда «Перле». Это очень важная миссия, помогать нашим добровольцам и бойцам, которые сегодня находятся на передовой, защищают рубежи новой границы Российской Федерации. В этом активно участвуют и бизнес-сообщества региона, и простые граждане. Такие мероприятия, безусловно, именно сейчас важны для того, чтобы и поддержать. Например, сегодня на концерте будет присутствовать мама одного из наших военнослужащих, который сейчас находится в Санкт-Петербурге. Понимаете, общество консолидируется вокруг, это же дает дополнительные силы. Мы должны поддержать наших ребят, которые сейчас участвуют в этой специальной военной операции. И сегодня мы внесем свою толику в победу наших ребят. Настроение действительно, с одной стороны, можно сказать, очень торжественное. И ощущение, что мы стоим на пороге очень серьезных изменений в нашей большой стране и вообще в мире. И вот такие мероприятия, где собирается общественность, где люди выражают прямое свое отношение и, наверное, такую прям четкую позицию, что мы поддерживаем наших ребят, мы поддерживаем позицию нашего президента, действительно очень важно. Олег Алексеевич, вы один из первых. Перечислили свою недельную зарплату фонд Перле на поддержку мобилизованным. Сейчас к этой акции присоединяются все неравнодушные граждане, жители республики. Но, однако, некоторые группы в социальных сетях фиксируют такие моменты, говорят, что где-то вот есть добровольно принудительная сдача денег, получается, в поддержку мобилизованных. Вот допустимо ли вообще такое? Такое ни в коем случае не допустимо. Я допускаю, что кто-то из, скажем так, руководителей какого-то подразделения или учреждения пытается таким образом, ну, если так можно выразиться, выслужиться, скажем так. Этого нельзя делать. Знаете, вот на сегодняшний день лично я и мы фиксируем вообще очень мощнейшую волну, желание поучаствовать в поддержке наших добровольцев, людей, которые частично мобилизовываются. И эта волна набирает обороты уже с весны. И, конечно же, вопрос сейчас, он встал после того, как была объявлена частичная мобилизация. Это серьезное решение президента, и, очевидно, конечно же, оно всех взволновало. И здесь, с одной стороны, конечно же, вот на этой волнующей ноте много, значит, людей просто захотели поучаствовать в этом процессе. Параллельно возникли люди, которые захотели подзаработать себе на этой вот сложной ситуации. Ну, и мы, конечно же, как правительство Чувашской республики, как система управления, не могли остаться в стороне, потому что в целом координирующая функция, организующая функция во всех процессах, в том числе частичной мобилизации, лежит на нас. Тем более, лично я являюсь руководителем призывной комиссии Чувашской республики. Ну, и, конечно же, мы приняли все решения, чтобы они были организованы, они были понятны, а самое главное, абсолютно публично и прозрачно. И в этой связи, помимо сбора денежных средств на специальный счет фонда Перле, на который, как правильно вы отметили, я перечислил недельную свою заработную плату, Ну, и, конечно же, за мной последовали практически все госслужащие. Ну, это так обычно и происходит. Я думаю, что это нормально. А вот заставлять, заставлять, я думаю, что ни в коем случае нельзя. И сегодня, помимо сбора денег, происходит очень большая волна участия в других формах. Вот у нас сейчас детки рисуют картинки, пишут письма, как для бойцов на передовой, так и для бойцов, которые проходят лечение в госпиталях. Бабушки вязут носки, женщины вышивают платочки и много-много других процессов. Мы сами снимали детей, которые делают обереги для бойцов. Это второклассники. Вот теперь смотрите, что происходит за счет этого. Мы, во-первых, все очень мощно объединяемся. За счет этого, конечно же, даже не являясь прямыми участниками боестолкновений, мы оказываем мощнейшую поддержку нашим ребятам, которые там находятся. Но когда они еще получают, помимо омундирования или другой экипировки, которую мы приобретем за счет собранных денег, за счет средств, которые мы выделяем, из бюджета Чувашской республики, получают носочки, платочки, рисунки, письма, обереги, происходит волшебство. Люди, естественно, воодушевляются. Люди начинают чувствовать нашу поддержку. Вот эту энергетику объединения, причем основанную на наших глубинных традициях. Чувствуют уверенность, что в них верят и ждут дома. И, конечно же, у них появляется, с одной стороны, внутренняя сила, с другой стороны, уверенность, что они точно выполнят боевое задание, и им обязательно надо вернуться домой. И поэтому это вот такое, если так можно выразиться, мы с вами творим по-настоящему волшебство. И оно происходило всегда, во все времена. И за счет этого русский солдат всегда побеждал любое зло, каким бы коварным, каким бы объемным, каким бы масштабным оно ни оказывалось. И возвращался на свою родину, и начинал созидать. Мы, правда, каждый на своем месте стараемся помочь, кто чем может. И вот буквально на этой неделе прошел благотворительный концерт «Своих не бросаем». Вырученные средства все тоже перечислены в этот фонд «Перле» на специальный счет для помощи мобилизованным. Какая сумма сейчас, Олег Алексеевич, на этом счете? И вообще повлиял ли вот этот концерт как-то увеличению суммы? Конечно. Вот концерт, который прошел по инициативе работников культуры Чуварской республики, благотворительный концерт, проходил в театре «Опера балета», где на продажу было выставлено 880 билетов. По одной тысяче каждый, независимо, где человек сидит. Билеты были проданы за два дня. То есть это еще один фактор, насколько народ готов, хочет поучаствовать. И, конечно же, наши артисты приняли для себя решение, что этот марафон продолжится. Кроме того, концерт проходил в пятницу. Вот на утро пятницы на специальном счете было собрано средство чуть более 10 миллионов рублей. На конец дня была зафиксирована сумма примерно 13,5 миллионов рублей. Это пожертвование предприятий и граждан Чуварской республики. То есть за один день примерно 3,5 миллиона рублей. Плюс средства, собранные от концерта, которые поступят, естественно, по итогам проведения в понедельник. Но уверен, что сумма будет больше, чем 880 тысяч. То есть это средства от продажи билетов. Здесь все средства до копейки перечисляются в фонд «Перле», потому что и артисты, и театр здесь работают безвозмездно. И ввиду того, что концерт транслировался в прямом эфире, и у телезрителей была возможность также поучаствовать в благотворительной акции, допускаю, что сумма окажется существенно больше, чем 880 тысяч рублей. Но об этом мы объявим в понедельник. Таковы главные новости уходящей недели. Хороших осенних вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин